С радостью. Здравствуйте, всем добрый день. Очень рад, что собрались мы сегодня. Кто пришел, большие молодцы, потому что речь будет идти не только о eCorsare, а вообще, наверное, о целом таком новом большом тренде производстве, поставке, передаче контента на заказ. И eCorsare – это один из инструментов, который мы в свое время там разработали, внедрили, но история намного шире. Поэтому еще раз всем большое спасибо, кто присоединился. Вопросы можно задавать по ходу. Если успею, сразу отвечу. Если не успею, в конце постараюсь, чтобы не прерываться. Ну, вообще, люблю сразу отвечать. Так, и давайте перейдем коротко, наверное, к плану сегодняшнего нашего вебинара. План у нас такой. Сначала я немножко расскажу об опыте нашей работы с контентом на заказ, скажем так. Это же многолетняя практика. И расскажу о том, ну, какой вот он спрос нынче, с какими сложностями мы сталкивались, да, и как мы их в будущем будем решать. Расскажу немножко о сервисе eCorsare. Вот, собственно, основная тема, заявленная в вебинаре. Он тоже на месте не стоит, развивается. Надеюсь, будет вам интересно. Расскажу немножко о производстве инклюзивного контента. Может быть, тема незаслуженно, скажем так, забытая в нашем эфире. Но она тоже развивающаяся, интересная. Ну, и подведем всему этому какой-то итог, я надеюсь, положительный. Вот. Ну, давайте начнем. Так, сейчас, секундочку. У меня тут мое окошко загораживает мою же презентацию. Ну, ладно. Хорошо. Контент на заказ. На самом деле мы собирали заявки от наших читателей, пользователями, плохо их называть, да, читателей. Это и библиотекари, и методисты, и преподаватели разными способами. Речь идет сейчас в первую очередь, конечно, о ЭБС, университетской библиотеке онлайн. Хотя контент, заказы приходят и из других источников. Вот. И, наверное, самая такая результативная история, самый результативный канал у нас случился в сервисе... Добрый день. В сервисе книгообеспеченность. Это ее старая версия, она до сих пор работает. Наверное, десятки вузов еще пользуются. Ну, и окей, пользуются и замечательно, хорошо, что устраивает. В какой-то момент мы заметили, что, ну, как бы органически стало понятно, что собирать заявки через там почту, звонки по телефону, я не знаю, смски, ну, наверное, не очень классно. И пришли к простому решению, ему там тысячу лет разместили кнопочку запрос контента. Здесь мы не ограничивали никак наших читателей, назовем так, подписчиков. И просто просили, напишите, какие книжки вам нужны по одной, по одному изданию в строке. Вот. А в результате через какое-то время мы получали, получили огромное количество заявок. И здесь, честно говоря, ну, как бы я вижу, статистику заявки идут, нормально, хорошо, спрос есть, все замечательно. Ну, и пришло время дело анализировать. И вот тут вот у меня, конечно, произошел некий, ну, там, не шок, скажем так, но определенное удивление меня настигло в этот момент. Вот именно в процессе разбора заявок мы, ну, я лично для себя, и мы с коллегами там их немножко разобрали. И, честно говоря, можно примерно подвести вот такую вот статистику. Может быть, на эту статистику влияет именно место расположения этой кнопочки в нашей EBS, да, это вот в районе интерфейса сервиса книгообеспеченности. И из-за этого появляется специфика. Но статистика во многом отражает, наверное, и текущий тренд запроса контента. Вот. Ну, я здесь так вот пишу достаточно просто, что бывают хорошие заявки и остальные, да. И что я понимаю под хорошей заявкой? Мы выяснили, ну, то есть, что не все на самом деле читатели, назовем так, абоненты, подписчики, готовы потратить время, чтобы сформулировать заявку, ну, достаточно понятно. То есть, не всегда мы получаем автора издания, нормальное читаемое название, год издания, избен, ну, хоть какие-то атрибуции. Вот. Хорошие заявки, как бы так, давайте я, наверное, курсор включу, хорошие заявки для нас выглядят примерно так. Это что-то похожее на библиографическое описание, бибзапись, да. А заявки другие, ну, мы видим вот что-то вот такое вот. При этом, если мы это дело разбиваем, то мы понимаем, что есть ситуации, когда люди хотят конкретную книгу получать. Есть ситуации, когда люди хотят книги по какой-то теме, дисциплине, области знаний. Ну, допустим, сижу я, значит, в сервисе книгообеспеченности не хватает, мне, допустим, книг по экономике. И я беру в сервис и прямо пишу, давайте мне книг по экономике. Вот, естественно, ну, как бы, я думаю, что любая ЭБС не сможет удовлетворить полностью такой заказ, да, и пойти покупать все книги по экономике всех доступных издательств. Ну, то есть история, в конце концов, упирается в деньги, все-таки это коммерческая деятельность. Вот, поэтому, в первую очередь, мы начали анализировать те книги, те заявки, которые переданы правильно, читаемо, где есть автор, название, вообще можно идентифицировать издание. И каково же было удивление оперативников, когда мы выяснили, что все просят книги старые. Даже при наличии, допустим, нового, свежего переиздания какой-то книги, там, допустим, 20-го года, люди запрашивают книгу, эту же книгу, этого же автора в предыдущей, там, или в предыдущей редакции, там, какого-нибудь, 8-го, 14-го, более ранних годов. Ну, потом начали разбираться, как бы стало все понятно, что эти издания именно в таком виде записаны, там, в рабочих программах, вот, записаны в вузовской, грубо говоря, документации, вот, и поэтому, собственно, новое издание нам не надо, а давайте нам старое. И причиной, почему, ну, вот, реально больше половины, почти 60% таких заявок к нам поступали именно в этой зоне, в этом сервисе, стало то, что накануне аккредитации или вот подобных мероприятий активируется, скажем так, внимание к нашему сервису и начинаются проверочки. А дайте мне вот эту книгу, посмотрим, что здесь, что здесь, дайте-ка, здесь, там, дисциплину укомплектую книжки, допустим, нужной нет, которую я, там, 3 года назад внес в ВБС. Ну, естественно, ее нет, потому что издатель попросил ее заменить на новую, а мы ограничены авторским правом и так далее. Вот, и действительно 60% запросов это были книги, которые больше не доступны, по разным причинам. Или вышло переиздание, или, там, по каким-то иным причинам отозвал ли, отозвал правообладатель эту книгу. Ну, вот, была, не стала, хочу, как раньше. Понятное дело, что такой спрос тяжело удовлетворять. Вот, ну, понятно, с чем это связано, переделывать всю эту вот бюрократическую, там, бумажную документацию достаточно тяжело. Тут никаких претензий нет, я понимаю, для чего это делается. Вот, но, опять же, что интересно, есть в разных отраслях разные, я долго, да, надолго завис на слайде, ну, есть что сказать, есть разный срок актуальности, ну, если я правильно выражаюсь, там, в годах. То есть где-то книги изданы, там, не позднее пяти лет, не позднее десяти лет. Вот, и мы когда изучали этот вопрос, зачастую книги, там, и двадцатилетней давности включаются в РПД. Ну, как бы для меня это удивительно, я вроде как на стандарты смотрю, но, окей, если это нужно, значит, нужно. Но, тем не менее, спрос на старые книги по-прежнему очень высок, особенно в зоне, вот, когда мы говорим о книгообеспеченности. Да, как я говорил уже, достаточно большая, весомая часть – это запросы по темам, которые реально удовлетворить практически невозможно. Вот, ну, и есть действительно какие-то непонятные штуки, которые реально непонятные штуки. Мы не знаем, что люди хотят. Давайте, вот такая вот история. Я озаглавил первую тему нашего собрания, скажем так, как там опыт плюсы и минусы, да. Ну, честно говоря, для себя особых плюсов-то я и не выписал почему-то на этом слайде. Вот, ну, давайте немножко по первому нашему нескольколетнему опыту, да, когда мы собрали. Я не помню, сколько. Последний раз я просматривал 4 тысячи изданий Выборку, 4 тысячи запросов на издания Выборку, но там за года их больше накопилось. Вот. Ну, понятно, что то, что мы можем, отрабатываем. Вот. Поэтому получается, что большая часть клиентов, как я говорил, хотят видеть предыдущие издания, которые у них включены в документации. Еще один важный момент, прям проблемный, который никто не учитывает. Все ожидают быстрого выполнения заказа. Я нажал на кнопку, хочу такое-то издание, а аккредитация там у меня, допустим, через неделю. И вот за неделю каким-то образом там закупка должна извернуться, вот. И мы должны выложить, подписать там кучу всяких бумажек и выложить эту книжку в доступ. Не учитываем, мы когда, ну, мы с вами не в состоянии на текущий момент вот при том формате учитывать сроки выполнения заказа. Мы даже сориентировать не можем. То есть нажимаем кнопочку, надеясь, и не знаем, когда получим результат. Ну, тут очень большая история. Сильно закапываться не будем. Но есть такое, что сроки мы не понимаем при таком подходе. Да, вот лично моя проблема, заказы передаются в таком нестандартизованном виде. То есть зачастую очень сложно понять, что это за издание. Очень сложно понять вплоть до того, что когда написан даже автор и название, то год издания там и переиздания их может быть несколько. И какая книга конкретно вам нужна, не всегда ясно. Вот, это сложно, да. И сложны еще источники, потому что помимо кнопочки звонят, пишут, присылают фотографии. Ну, реально, то есть у меня есть фотографии, сфотографировали документ, типа прислали, давайте вот такие книги. Вот, сработать с этим достаточно тяжело. Вот. Ну, и про то, что не учитывается актуальность издания, это, наверное, даже не больше, больше не проблема, а особенность. Да, мы стараемся работать с контентом, который, собственно, в нормы и правила по актуальности укладывается. Ну, а некоторые клиенты хотят какие-то старые книги. Ну, может быть, это нормально, может быть, это какая-то особенность. Не знаю, но это есть. Вот, как вы видите, плюсов для себя я в этом небольшом исследовании. Так, сейчас я вижу что-то. Вот оно. Да, да, все верно, все верно, да. Даже не виртуозное, а на троечку библиографическое описание нас всегда устроит. Это круто, да, спасибо за замечание. Давайте двигаться дальше. Вот, и настал определенный момент, если я не ошибаюсь, это было где-то в конце 2019 года, когда совместно с Arbicon мы, значит, задумали сервис e-Corsar. Он должен был решить часть тех вопросов и проблем, о которых мы говорили. Вот, и, собственно, как-то оживить и организовать эту историю с заказом контента. Так, да, я уже говорил, что этот сервис создавался в содружестве с Arbicon. И члены ассоциации могли иметь доступ к этому проекту, и до сих пор имеют доступ к этому проекту, даже не являясь подписчиками нашей ЭБС. Вот. Ну, не знаю, если кто-то еще не знает, не натыкался, давайте коротко расскажу. Это сервис, ну, наверное, наследник старого проекта, где происходил, скажем так, агрегированный совместный заказ бумажного контента. Сейчас речь идет об электронном контенте и вообще не только о книгах, а о любом контенте, который может быть передан, ну, в первую очередь, в ЭБС, да, в электронных ресурсах. Вот. Поэтому здесь мы решали проблемы, опять же, там, стандартизации, да, чтобы как-то упорядочить идущие заявки. Я впоследствии расскажу, для чего это очень важно. Ну, то есть, как бы, с одной стороны кажется, да ладно, напишу, как есть, да, да черт с ним. Вот. Но на самом деле это очень важно. Да, здесь мы еще, наверное, даже не техническая работа, а больше организационная, административная, разрабатывая и вообще говоря, да, проектируя об этом сервисе, мы понимали уже примерные средства, примерные сроки производства контента, ну, то есть поиска, грубо говоря, заключения договоров, там, передачи его и так далее. Вот. И, собственно, здесь вот я выложил такой пункт «Актуализируем». Речь идет именно о поиске оптимального решения, когда люди хотят одну и ту же книгу разных, разных изданий, переизданий разного года. Так. Ну и, да, давайте потихонечку буду по интерфейсу идти, а по ходу буду рассказывать динамику. То есть основная идея какая? Что мы можем присоединиться к этому проекту, являясь подписчиками ЭБС или же членами Ассоциации Арбикон. Вот. По авторизации там отдельная история, могу рассказать, но, наверное, сейчас не суть важная. Вот. И когда мы попадаем в этот сервис, мы оказываемся в топе заявок. Основная история, что если много людей хотят одно и то же издание и согласны, грубо говоря, это издание... Согласны в определенной мере на компромисс и готовы там купить одну книжку одного и того же года издания, прям вот одно и то же издание с одним и тем же АСБНом, то в таком случае каждому конкретному участнику этой закупки книга станет дешевле. Ну, потому что условно мы в какой-то доле распределим стоимость перед издательством. Вот. Для этого заключается там целый ряд договоров. Ну, когда мы заказываем там не одно, а несколько изданий, это действительно становится выгодно. Вот. Поэтому здесь мы и говорим о том, что существует такой инструмент, как топ-заявок. В этой зоне мы смотрим, можем просматривать те заявки от участников проекта, которые сейчас находятся в работе. И мы с вами можем присоединиться к этой заявке, если мы действительно там нам эта книга интересна. Дальше происходит там целая большая история, я о ней чуть позже расскажу. И здесь же в этой зоне мы можем видеть книги, которые уже прошли закупку и которые выложены в ИБС. То есть, если вы можете увидеть, там перейти по ссылочке книга откроется. Если вы понимаете, что вашей подписки этой книги нет, но она вам нужна, вам необходимо, вам просто нужно там связаться с отделом продаж или поддержки, как бы получить эту книгу. Ну, на каких-то там ваших коммерческих условиях. Или некоммерческих, я не знаю, тут отношения очень такие все индивидуальные с каждым клиентом. Вот. Поэтому здесь для поиска, для удобства просмотра этих заявок есть поиск, есть фильтрация по направлениям. Ну, направление не обязательный параметр. Если вы его передаете в заявке, хорошо, если нет, ну ничего страшного, в принципе, и так ваша книга найдется. Здесь прослеживается статус книги, сколько там собрано заявок, ничего страшного. Мы изначально планировали брать в работу заявки и закупку изданий от трех заявок. Но практика показала, что многие клиенты, вот если действительно издание нужно, они даже не готовы ждать там, пока к ним кто-то присоединится. И вот вполне вероятно, что заявка с одним голосом в ближайшее время перейдет в закупку и книга будет в ВБС. Бывает всякое. Вот. Но лучше, когда заявок много. Вот. Поэтому, собственно, зона топ заявок, она создана для того, чтобы посмотреть, что сейчас в работе, к чему можно присоединиться, и отсюда можно, соответственно, оставить свою заявку. Да. Как это движение... Ага, вот я специально для себя этот слайд сделал. Как будет происходить движение, расскажу позже. Я всегда забываю показать, где сервис находится. Я их все знаю. Вот. Но клиенты потом спрашивают, блин, а как зайти в такую-то штуку? Вот здесь я сделал, пожалуйста, сервисы. Главное меню. И первый, самый первый сервис – это e-Corsair. Пожалуйста, приходите. Единственный момент. Студенты не могут туда ходить, чтобы не кидать нам каких-то непонятных заявок. Главные пользователи специальной учетной записи могут ходить. Преподаватели, сейчас не скажу. Ну, какое-то время назад мы открывали доступ для преподавателей. Но, возможно, сейчас закрыт. Но могу уточнить. В общем, в любом случае можно воспользоваться с учетной записи там главного пользователя, библиотекаря. Специальные учетные записи. Ну, преподаватели, в принципе, тоже могут обратиться в поддержку. Если там вам это интересно, мы тоже откроем доступ. А может открыт. Честно, вот не помню, забыл, но это не проблема. Так. Да, теперь про стандартизацию. Как мы все недавно видели, в топе заявок есть такая более-менее актуальная библиографическая запись, библиографическое описание издания. И, собственно, опытный человек, глядя на него, может сразу понять, что это за издание. Вот чтобы нам не гадать на кофейной гуще, да, и не пытаться понять, что там за издание, мы поэтому очень подробные поля заявки собираем на входе. Мы просим, если вот в состоянии запись составить, или хоть какая-то у вас старенькая есть, просим ее сюда вставить, но это не обязательное поле. Вот. Обязательное для нас это название, автор, там, редактор, ну, все, что касается авторства, участие к изданию достаточно полное, год издания, издательство. А СБН, я понимаю, что, как бы, хотелось бы сделать его обязательным для меня, но обратная связь говорит о том, что мы можем и не знать его. Окей, необязательный параметр. И вот том, сам до сих пор радуюсь, что добавили это поле, потому что сейчас, кстати, в работе много многотомников. Один вуз заказывает, например, там, пару томов из серии, вот, а у нас есть возможность, ну, раз уж мы работаем с этим, с издательством, автором, там, с правообладателем, мы берем, собственно, все тома. И вот как раз сейчас такая ситуация в сервисе происходит, там, два тома у нас попросили, а мы взяли все семь. Соответственно, для остальных участников проекта там вот прям поле выбора расширяется. Вот, поэтому, да, указываем еще том, необязательное, но очень желательное поле, если книжки у нас есть, давайте указывать. Вот, и как раз это позволяет нам в дальнейшем точно определить, что это за издание. Так, ничего, ничего, получится, с изменой, обязательно. Ну, да, 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 спасибо за замечание. Ну, на самом деле, я сейчас расскажу, почему ISBN, классное, классное замечание, ISBN важный на текущий момент, но он, кстати, вот это поле может меняться. Вот, да, и благодаря такому исчерпывающему количеству полей в заявке мы можем составить, собрать заявки автоматически, похожие друг на друга, и объединить их, облегчих, облегчих, сделав проще работу нашим администраторам и, соответственно, дальнейшие переговорные истории с правообладателями, с издательствами. То есть, еще раз повторюсь, что, допустим, пять человек заказали одну и ту же книгу разных годов, соответственно, скорее всего, у них даже ISBN будет разный. Мы понимаем, видим, что эти заявки на самом деле на одно и то же издание, и связываемся с издательством, узнаем, а есть ли вот это издание, сейчас в каком-то, в каком виде вы его можете отдать. Нам издатель сообщает, что мы можем издать такого-то года, с таким-то ISBN, вот в таком-то виде эту книгу. И именно в таком виде это издание поступает в работу. Вот, поэтому, например, так, да, здесь еще пока вот в этом конкретном случае работы идет, но, скорее всего, я могу наврать, ну, решусь наврать, вчера буквально общался, вот эти книги 88-87 года будут переизданы 21-м годом, когда они уже пойдут в закупку. И в момент, когда мы собрали какое-то определенное количество заказов, договорились с издателем-правообладателем о том, какое конкретное издание мы можем предоставить, вот тут уже наступает, скажем так, момент, ну, конкретных договоренностей, да, и заключения договора предзаказа, так называемого, ну, может быть, как-то там в терминах плавая, но суть примерно такая. Вот, а что понимать, как понимать вообще, что происходит с вашими заявками и что происходит в сервисе, когда вы оставили заявку или присоединились? Вот, в общем, с момента, когда у вас есть какое-то пожелание, вы какую-то активность проявили, вы можете дальше отслеживать изменения статуса в своей заявке. Статусы я сейчас чуть позже расскажу, но для этого вы можете просто зайти в зону, eCorsar, там в сервисе Corsar, нажать кнопочку «Мои заявки», давайте не поленюсь, отлистаю, вот они мои заявки, вот это вот, и посмотреть статусы. Более того, у нас были некоторые пожелания, вот, поэтому мы подключили уведомления на почту, то есть, понятное дело, что участвовать в сервисе может только авторизованный там пользователь, там, определенного статуса, который, который, естественно, имеет там учетную запись и почту. Вот, как раз на эту почту подписчиков EPS, и будут приходить оповещения об изменении статусов ваших заявок или заявок, которым вы присоединились. Я понимаю, что мы и так много достаточно рассылок присылаем, да, посмотрите, вот у нас то, все, такие обновления, сякие, но вот решили все-таки еще и статусы по eCorsar тоже присылать, потому что все-таки это история важная, ну, как бы спамить неохота, но это не спам. Вот, поэтому, да, оповещения вы тоже будете получать. По движению заказов, тут все в один слайд не слепишь, но немножко расскажу. Изначально мы проводим модерацию заявок, она к нам попадает, заявка, мы на нее смотрим, вообще можно ли с ней работать, потому что, как и говорил, 10% что попало все-таки напишут. Вот, после того, как мы проверили и поняли, что да, это реально написанное издание, заявка переходит в статус проверено, вы это видите в письме или же, например, в самом сервисе. Вот, да, ой, я пропустил один статус. После проверено, идет статус, вот здесь должен быть сбор заявок. Вот, это как раз то время, когда заявка попала в топ, и к ней могут присоединиться другие участники проекта, тем, таким образом, удешевив закупку. Вот, после того, как мы набрали достаточное количество заявок, или же есть одна заявка, но мы понимаем, что она вот вам сильно нужна, и вы готовы там единолично получить контент, там, эксклюзив, скажем так, определенный, мы переводим в статус предзаказа нашу заявку, и здесь уже включается определенное подписание договора, согласование условий, потому что, ну, понятно, что издательства бывают разные, правообладатели бывают разные, а мы все-таки ОБС, и поэтому здесь какой-то трехсторонний договор заключать придется. Потом проходит закупка и выкладка книги в ОБС. И вот с момента, грубо говоря, сейчас могу немножко плавать, с получения, по-моему, договора предзаказа, с момента подписания договора предзаказа до двух месяцев может выкладываться контент. Иногда это происходит, там, какие-то дни, если мы и так были на стадии, да, там, на заметке эту книжку держали, или если это, там, какое-то сложное издание, вот, может до двух месяцев продолжаться. Поэтому, если вы, у вас завтра аккредитация, eCorsair вам не поможет получить новое издание. Но если вы планируете развитие фонда своего, закрываете, там, какие-то потребности в среднесрочной перспективе, долгосрочной, в этом случае eCorsair это то, что, как бы, нужно. Тем более, что есть, ну, скажем так, реальная возможность сэкономить. Вот, еще есть, конечно, отказные некоторые статусы. То есть отказ в обработке, ну, это если вы абракадабру написали какую-то непонятную, там, потренировались, там, или кошка пробежала по клавиатуре, тогда отказ в обработке. И отказ издательства. Бывает история, когда издательство не готово, там, ну, или правообладатель, не готово передать книгу ВБС, там, ни при каких условиях. В таком случае ваша заявка получит статус отказ в издательство. Это значит, что в электронном виде в нашей ЭБС этого издания не будет. Вот. Да, чуть-чуть, вот я как-то до этого, по-моему, один раз демонстрировал этот слайд. Наверное, вам он мало о чем скажет. Внутри это выглядит примерно так. Это такая цветастая, радужная, большая история, где фигурируют всякие штуки. И, там, накликивая галочки и применяя фильтры, мы можем видеть движение заказов, администраторы получают уведомления. В общем, жизнь всячески кипит. Вот. И единственное, что здесь не отражено, это, конечно, документооборот, потому что он очень индивидуальный. А так, вся история у нас там частично автоматизирована и полностью отминистрирована. Так, да. И есть вопросы, которые мне задают, ну, периодически, и не только мне. Вот, я на них быстренько отвечу, но хотя на часть вопросов уже сам нечаянно ответил. Кто может участвовать в проекте? Понятно, что это все подписчики ЭБС. Ну, понятно, что не студенты, а более могущественные учетные записи. И это члены Arbicon, которые осуществляют доступ через Fedorus. Там такая простецкая регистрация. Ну, то есть, по факту нужно перейти к нам по ссылке. Ваша учетная запись у нас зарегистрируется, активируется. И дополнительное действие не надо. То есть, нажатие кнопки для члена Arbicon. Вот это все, что требуется для того, чтобы начать участвовать в проекте. Вот. Какой контент можно заказывать? Классный вопрос. Начинали мы с электронных книг. Электронные книги для чтения онлайн на сайте ЭБС. Ну, теперь еще в приложении можно читать. Вот. Прошло определенное время. И один из первых заказов, по-моему, был, это аудиокниги. Аудиоприложение к учебнику, там, каких-то восточных языков, по-моему. Вот. Этот контент прям так хорошо зашел. Прям всем достался, кто его хотел. И, собственно, выяснилось, что там закупка такого контента, она не сильно отличается. И тоже очень даже и возможно. Вот. Есть, честно говоря, там видео и какой-то другой мультимедийный контент пока через проект не заходил. Вот. Но, тем не менее, в этом направлении тоже всячески работаем. Если вам что-то прям нужно, и это прям очень такая правовая история, без этого жить вы не можете, можете тоже разместить. Ну, что-то типа бип-записи на видеофрагмент, да, или как-то его постараться описать. Ничего мы поймем, разберемся. Да, присылайте. Сейчас, секундочку, прочитаю так. Вот, да, преподаватель в кафедре. Ой, сейчас преподаватель вуза может оставить заявку или нужно это делать централизованно через библиотеку. Вы знаете, я точно знаю, что мы на какое-то время открывали для всех преподавателей. И могли тоже через... Любой преподаватель, подписчик мог оставить заказ. Сейчас, давайте, знаете, как поступим. Давайте попробуйте после вебинара зайти в сервис, я там в конце ссылки отдамся и покажу под учетной записью преподавателя. Если вы не сможете оставить заявку, свяжитесь с нами, служба поддержки. Мы откроем вам... Мы откроем вам запись, этот... Право откроем. Вот. А какое-то время, около года, было централизовано это все дело. Ну, я думаю, что это обсуждаемо. То есть, если у вас действительно есть интересы, вы там как бы готовы пролоббировать издание, ну, почему бы не поучаствовать там. В течение дня мы вам откроем сервис и пользуйтесь, пожалуйста. Вот. Да. Спасибо за вопрос. Как-то вот я ответил, как смог. Есть список издательств и исключений. Ну, мы уже по опыту работы знаем, что некоторые издательства нам никогда не передадут издание. Ну, естественно, что там лань, там, да, или IPR какой-нибудь, как конкурирующий ЭБС издательства нам свои книги не передадут. Порядка 10 издательств есть, с которыми мы не работаем. Соответственно, список этот есть. Наверное, мне стоило бы сделать отдельный слайд. Сейчас, да, позвольте, я постараюсь. Вот. Вот здесь. Когда вы оформляете заявку, вот написано, что некоторые издательства заказывать не получится, посмотрите список. Вот сюда нажмете, всплывающее окошко выскочит, и там список издательств и исключений будет. Вот. Так. Про контент рассказал. Сколько стоит? Да, цены индивидуальные. Могут быть... Индивидуальные цены выше, чем групповые. Да, то есть я сейчас... Ну, не скажу, то есть есть издательство, которое стоит... Издание, которое можно купить и разместить там за 1000 рублей, есть, которые за 10, а есть какие-то странные, вот, дорогие, очень редкие издательства, в которых одно издание стоит там по 40 тысяч рублей. Я сейчас называть не буду их, вот, пусть на их совести останется. Вот. Но есть такая история, что цены прямо вот сильно разные. Но если несколько участников хотят купить одним, приобрести вот себе фонд одно и то же издание, оно, естественно, будет дешевле. Даже там в среднем мы возьмем какое-то такое сильное издание за 10 тысяч, там на троих уже там прям вот обычная цена становится. Вот. Так, эксклюзивно или для всех? Ну, я уже сказал, можно эксклюзивно, можно для всех, можно как хотите. Так, да, что-то я, честно говоря, заковырялся на этой теме, но, видимо, она мне самому интересна. Обычно я быстрее иду. Давайте дальше переходить. Инклюзивный контент. Производство, ну, возможности ограничения, и все это дело на заказ. Здесь, на самом деле, речь пойдет о производстве и о синтезировании, через синтезирование аудиокниг для незрячих, да, для людей с нарушением зрения. Но здесь, на самом деле, как-то что-то демонстрировать, красивые слайды делать у меня не получится. Вот. Поэтому, наверное, придется меня послушать, может быть, где-то тексты почитать. История такая, что некоторое время назад мы объединились с нашими партнерами и начали так достаточно серьезно заниматься синтезированием речи и созданию аудиоизданий, скажем так, без диктора. Понятно, что если вы хотите создать аудиокнигу, вам нужно заказать диктора, поставить ему звук, там зарезервировать 500 часов его приятного голоса, и на выходе, значит, получить огромный аудиофайл, который надо потом еще разметить правильно, и вот у вас аудиокнига. Производство такого хозяйства, оно достаточно дорогое. Мы же идем по пути, когда мы работаем над подготовкой текста, в результате чего современные синтезаторы речи могут очень даже достойно зачитывать, там, с расстановкой, да, с чувством нужные нам тексты. Вот. Поэтому, если мы хотим такой контент получать на сайте EBS, ну, это просто прослушивание онлайн, там, выбранным, ну, в общем, по факту, как вы слушаете MP3, как аудиокнига. Но существует такой формат DAISY. Если вдруг кто-то не знал, я тоже в свое время не знал, это прям такой размеченный текст с элементами, со звуковыми дорожками и с размеченным, ну, короче, грубо говоря, текст с разметкой. Благодаря этому есть вот международный стандарт и синтезатор, который различными голосами очень хорошо этот текст озвучивает, и есть возможность управления этим текстом. То есть незрячие люди, пользуясь обычным компьютером, клавиатурой стандартной, даже вот в читальном зале, могут воспроизводить аудиокниги с разным темпом, выбирать голос синтезатора, делать остановки паузы, какие-то заметочки, и, в общем, двигаться, навигироваться по изданию достаточно удобно. Вот. Для этого нужно установить специальную программку клиент для Windows или Linux, ну, может быть, еще там для MacOS, когда-нибудь для iOS будет что-нибудь. Вот. Сейчас не уверен. Да. Как это выглядит и как это... Точнее, не выглядит, как это звучит, можно сейчас послушать. ВБС, если вы найдете, наткнетесь на коллекцию, послушайте, она называется. Вот. Я, по-моему, в конце ссылку привожу, а, может, и не привожу. И в интернет-магазине в нашем тоже эта коллекция представлена. То есть есть уже варианты порядка ста или, может, уже более книг, которые таким образом обработаны, и можно их послушать. Вот. Да. Об этом я уже о всем рассказал, что сейчас написано на слайде. Вот. Как это вообще примерно работает? Если мы не говорим, что, допустим, человеку, незрячему придется сидеть в ВБС, а, допустим, персонально пользоваться. Вот. У него на компьютер мы устанавливаем, там, простая установка в один клик, приложение. Оно, естественно, там с черным интерфейсом, простое, там, ну, особого интерфейса нет никакого на самом деле. Вот. Дальше происходит простая авторизация. Понятно, что там сложный логин, пароль мы не даем. И в этом случае открывается доступ по простому, там, четырехзначному, по-моему, циферному коду. Вот. Так, я сейчас оговорюсь немножко, что это сейчас у нас такая на стадии совместного тестирования, да, то есть я не готов там всем, всех пустить и всем предоставить. Но о возможном сотрудничестве сейчас чуть дальше расскажу. Вот. Дальше устанавливается программа, на клавиатуре набирается, то есть программа интегрирована с каталогом и системой поиска. Через поиск вы можете набрать требуемое, там, ключевое слово, получите результаты, то есть среди тех книг, которые подготовлены образом для прослушивания. Вот. И дальше, там, стрелочками, грубо говоря, перемещаясь, мы, синтезатор нам читает название книг и описание книг. После этого можно перейти к прослушиванию. Вот. Ну, о, скажем так, есть, да, есть определенные ограничения при подготовке такого контента. Я, наверное, об этом писал. Да, да, есть ограничения при подготовке такого контента. Речь идет именно о текстах, то есть лучше всего озвучиваются тексты, похожие на обычные повествовательные, то есть это, скорее всего, какие-то учебники пособия по гуманитарным наукам. Понятное дело, что плохо озвучиваются, теряются куски, фрагменты, скажем так, понимания в моментах, где для усвоения материала требуется дополнительный иллюстративный материал. Вот наговорил-то, да, сложно. В общем, если для того, чтобы понять текст, вам нужна картинка, картинка, естественно, не озвучивается. Такие книжки не рекомендуются. Вот. Ну, и если можно без потерь ее, грубо говоря, этот фрагмент вырезать, то лучше вырезать. Вот. И понятно, что не озвучиваются сложные формулы, графики, вот такие вещи все, поэтому там, значит, какие-то табличные штуки. Таблицу, понятно, на слух не воспринять. Вот. Поэтому есть некоторые ограничения, но есть и такая достаточно большая свобода производства этого контента. Вот. Поэтому здесь такое небольшое приглашение, наверное, будет. В первую очередь, кого касается? Наверное, в первую очередь касается вузов, которые сами издают книги. Если вам нужно там для закрытия инклюзивной части произвести какое-то количество аудиоизданий, вот. Ну, чтобы они были, чтобы хоть в каком-то виде их можно было воспроизвести, ну, даже не в каком-то, а в достаточно достойном виде, если это подходящий текст, то, да, мы можем попробовать посотрудничать в этом направлении. Опять же, это все там индивидуально, на почту можно связаться. Мы попробуем, изучим ваш контент и попробуем его, там, фрагменты отдадим, и дальше уже в сторону, там, договора совместного сотрудничества можем двинуться. Вот. А также есть вариант, если вам очень нужно аудиоиздание, его не существует, какого-то коммерческого издательства. Ну, мы тоже можем попробовать договориться в этом направлении, но проще начать именно, я думаю, что проще начать именно с вузовских изданий. Ну, многие вузы в нашей ЭБС размещают свои коллекции, и, в принципе, можно сказать, что вот эти книги из нашей коллекции давайте мы с вами озвучим. Вот. В этом направлении давайте тоже подумаем все вместе. Если есть желание, вопросы пишите в поддержку. Вот. Если там вопросы будут какие-то технические, их мне передадут, я на них отвечу. Можно даже созвониться, если кому-то хочется. Вот. В общем, направление действительно перспективное, интересное. Все это, как мне нравится, движется в сторону экономии оптимизации, автоматизации, что очень круто. Ну, и на базовом уровне, скажем так, на минимальном, решает вот проблемы с инклюзивным контентом. Именно вот для людей с слабовидящих, если так можно сказать. Вот. Давайте двигаться потихонечку дальше. Так. Дальше прям вот грандиозный слайд. Все, много картинок. Все на заказ для всех в любом сегменте. Здесь история складывается следующим образом. Это мы уже подводим итоги сегодняшней встречи. Я прям смотрю, заболтался. Вот. На рекорд иду. Вот. Значит, мы с вами проговорили о том, что какое-то время назад и несколько лет уже идет сбор заявок на издания. Они потихонечку передаются, поступают. Мы знаем, какие издания. Рассказал о сервисе eCorsar, который позволяет, скажем так, совместные, индивидуальные заказы размещать и получать в обозримый срок нужное издание, планировать фонд. Вот. Рассказал про аудиоиздание, инклюзивный контент. И на самом деле история немножко шире, потому что на самом деле сейчас можно, наверное, заказать все, что угодно. Это даже расползлась история в сторону розничных продаж в интернет-магазине, но здесь она работает несколько иначе. Мы сами отбираем. Ну, вот у нас такая специфика нашего издательства, что нам, в принципе, интересен не только там современный контент, но и редкий, да, там, скажем так, имеющий какое-то там научно-историческое, еще какое-то значение. Вот. И таких книг на самом деле немного, и многие из них получить очень тяжело, а они для ряда, допустим, направлений, профессии или кого-то угодно, или даже просто любителей, достаточно ценные. Вот. Поэтому такие издания мы в интернет-магазине размещаем в раздел «Скоро в продаже». Ну, не знаю, может быть, неправильное название, где люди, покупатели потенциальные, скажем так, ну, посетители могут проголосовать. Да, мне это издание нравится, да, это издание мне там неинтересно. Вот. И мы формируем определенный спрос. То есть мы там, грубо говоря, у нас есть очередь из тысячи изданий, которые мы готовы в будущем выложить, ну, там, произвести, да, там, отверстать и подготовить к печати, и все такое. Вот. Но приоритет тоже нужно понимать. Поэтому в интернет-магазине на текущий момент мы собираем именно ваши отзывы. То есть если там большое количество людей голосует за конкретное издание, то оно в первую очередь идет в работу. Вот. Все это дело, причем делится на несколько таких небольших сегментиков. Это касается, ну, скажем так, интернет-магазин – это всего лишь витрина, а сроки производства, они в компании общие. То есть если нам нужно искать издание, да, поиск – это зачастую такая болезненная история, как это, например, какое-то старое архивное издание нужно заказывать в библиотеке в другом конце страны, чтобы его там отсканили, вам принесли, потом это распознаем, верстаем, и там приводим в порядок. Добрый день. Вот. И это занимает там 30-40 дней с момента, как вы захотели книжку и вот к моменту, как вы ее получили. Вот. Какие-то более простые издания там за 14 дней производятся. Ну, и печать по запросу – это такой старый, уже проверенный метод, чтобы не там, не содержать, не оплачивать там склады полные, значит, книг, которые неизвестно продадутся или нет, мы используем технологию print-on-demand печать по запросу. То есть здесь сроки вполне понятные. То есть если книжка есть, на полке она уйдет вам сразу, если нет, тоже там недельку-две можно будет подождать, и книгу вы получите. Причем там тиражи, как правило, небольшие, если я не ошибаюсь, до 300 изданий, но тут не силен. По-моему, так. Так. Да. Вот. Опять я вперед на слайд заскочил. Вот. И, в общем-то, такая большая история производства контента, любого контента для любых нужд на заказ в нашей компании. О, сейчас, секундочку. Вот. Она дает нам некоторые, там, скажем так, преимущества и несколько нас разгружает. То есть мы не храним большие, там, запасы печатных книг, вот, и не, там, не закупаем контент впрок, а вдруг кому-то пригодится. Мы предпочитаем работать на заказ. Да, это есть небольшие издержки по времени и там определенная суета, но на выходе мы не закладываем цену, допустим, тех же самых бумажных изданий, стоимость хранения. Ну, то есть в любом случае такой контент, он получается выгоднее. Опять же, контент агрегированной закупки, да, совместной закупки, они всегда выгоднее, чем индивидуальные. Вот. Да, таким образом можем предоставлять эксклюзив, если мы с вами там тет-а-тет работаем, и вам нужно там для закрытого какого-то там использования ваше издание, допустим, озвучить, ну, тоже окей. Вот. И да, про экономию, и, в общем, у меня в каждой строчке экономия, и она должна быть экономной. Поэтому, ну, преимущества при работе именно с контентом на заказ, они и для нас, и для наших клиентов заключаются именно в экономии средств. Чем мы жертвуем? Зачастую мы жертвуем иногда сроками. Но сроки – это такая вещь, которую можно просто планировать, к чему я вас и призываю. Вот. Давайте дальше посмотрим. У нас там, по-моему, остались полезные ссылочки. Да, угадал примерно все, о чем я говорил. Да, есть одну ссылку, я забыл. Это как раз коллекция «Послушайте». Наверное, сейчас я в чат кину ссылочку в ВБС, или не кину, не знаю, сейчас посмотрю. Вот, на текущий момент у меня, наверное, все. Вы мне не обращайте внимания, сейчас я буду к коллекции. Если есть вопросы, пожалуйста, пишите. Так, секундочку. И я постараюсь найти. Да, с меня ссылка. Секундочку, секундочку. Угу. Угу. Да, вот ссылочка, которую я забыл. Авторизованные все пользователи смогут ее посмотреть. Все. На текущий момент я вижу там, как всегда, лес рук, шквал вопросов. Значит, я все очень хорошо рассказал. Раз вопросов нет. Всем хорошего дня. Спасибо. Я отключаюсь. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok